Дмитрий Гордон на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте. Мы бесконечно вас приветствуем. Мы вот так вас представляем иной раз, что вы одиозный украинский журналист, но, разумеется, неплохо, хорошо разбираетесь в украинской политике. А потом нам становится неловко. Ну как одиозный? Надо же налаживать отношения российско-украинские. Вот мы, значит, по-другому сейчас Дмитрия Гордона представим и как-то подружимся. Но Дмитрий Гордон себе позволил странное, на мой взгляд, высказывание. Мы сейчас его послушаем, Дмитрий, вместе с вами, а вы потом прокомментируете. Вот вы зачем так и к чему вы придете таким вот макаром и образом? Вы, кстати, знаете, что Скобеева это мужчина? В каком смысле? А вы не знали в прямом, Скобеева это мужчина? Все думали женщина, как бы не так. Ну, не любим мы ее ни за это. Почему Скобеева мужчина? Ну, потому что у нее есть все мужские первичные и вторичные признаки. Она абсолютный мужчина. Абсолютный. А Попов, ее мужский, вот живет с мужчиной. Вообще они пидерасты оба. Спасибо большое. Надо нам прерваться на рекламу. Спасибо еще раз. Дмитрий Гордон, ну, странно высказался. Не очень понятно, как друг. Почему Скобеева мужчина? Ну, потому что у нее есть все мужские первичные и вторичные признаки. Она абсолютный мужчина. Абсолютный. А Попов, ее мужский, вот живет с мужчиной. Вообще они пидерасты оба. Спасибо большое. Надо нам прерваться на рекламу. Спасибо еще раз. Дмитрий Гордон, ну, странно высказался. Не очень понятно, как друг. Почему Скобеева мужчина? Ну, потому что у нее есть все мужские первичные и вторичные признаки. Она абсолютный мужчина. Абсолютный. А Попов, ее мужский, вот живет с мужчиной. Вообще они пидерасты оба. Спасибо большое. Надо нам прерваться на рекламу. Спасибо еще раз. Дмитрий Гордон, ну, странно высказался. Мне очень понятно, как друг.